Всем привет, друзья! Вы на канале Андрей Рожко, и сегодня у меня крутой новый автомобиль. Точнее, уже не новый, 88-го года. ГАЗ-2410. Встречайте! Волга, да? Вектор вроде. Ну что, друзья, расскажу пару технических моментов про этот автомобиль. Волгарик 2410 выпускался с 1985 по 1992 год, и практически ничего в нем не менялось, кроме каких-то там ручек, рестайлингов и так далее. Здесь 2,4 литра объема в мотор, 4-х котловый, да? Примерно 100 лошадей в ней, плюс-минус. Ну, я думаю, половина из них уже сдохла. Вот. И разгон у этого автомобиля крайне хуёвый. Примерно 20 секунд до 100. Пойдемте посмотрим по интерьеру. Шикарные зеркала Хром, которые регулируются только вручную и только с улицы. И, если честно, я не знаю, как их правильно настроить, но водителю, наверное, это будет намного легче сделать. Ручки открывания дверей и звук. Такое чувство, что это гелик. Соответственно, посмотрим, что у нас здесь по твердым картам. Здесь уже чуть-чуть отгрызли у нас какие-то нелюди. Соответственно, вёсла вручную, только всё вручную, потому что люди должны страдать. По-другому никак. Ну, и тем более, что мы хотели от 88-го года, когда, в принципе, стеклоподъемников в Советском Союзе не производили и не знали, что это такое. Задние дверные карты примерно такие же, как и передние. Единственное, здесь отличие в том, что здесь пепельница, в которой какая-то мелочь. Также отгрызанный у нас чуть-чуть подлокотник. Ручки, хром, всё красиво. Тут даже мягкая торпеда. То есть, при желании, можно биться головой. На удивление, машина не особо гнилая. То есть, довольно-таки крепкая. Здесь, как вы можете видеть, рессоры уже отпилены. И предыдущим хозяином уже была сделана заварка, чтобы можно было подрифтить. Хотя я мало себе представляю, как эта машина может дрифтить при такой маленькой мощности. Ещё посмотрим на лючок бензобака. То есть, здесь у нас изначально замок есть, амбарный, да, чтобы на случай малолетки не слили вам бензин. И открывается она, собственно, вот так. Здесь у нас внутри есть пружинки, которые всё это у нас дело держат. И бензобак, блядь, который никто не открывал, наверное. А, тут даже так. Можем сюда посмотреть. Здесь ничего нет. Потому что машина ест примерно 20-30 литров бензина. Шикарные фонари, но они больше подходят под 70-е годы маслкаров американских. Но никак не под 88-й год в Советском Союзе. Вот. Такой огромный багажник. Сюда можно вместить, мне кажется, несколько трупов. Он очень тяжёлый. Вот вы просто не можете себе представить. Мне кажется, можно в теории качаться, им заниматься спортом. Здесь у нас резина, всякая ерунда. Но здесь можно поместить, наверное, 3-4 свиньи или трупа по частям в пакетах. Не зря на таких машинах раньше бандосы гоняли или какие-то КГБшники и так далее. Чтобы увозить людей в лес. Ну что, ребята, и пойдём переместимся в салон. Посмотрим, какой здесь интерьер. Насколько он соответствует нынешнему времени. Залазить, если честно, в этот автомобиль не так уж и просто. Потому что рулевое колесо очень большое. Оно упирается мне в ноги. И оно без каких-либо регулировок. Так что особо говорить нам здесь будет не очень легко. Итак, а сейчас я вам расскажу и покажу интерьерную часть этого автомобиля. Что здесь, какие кнопочки, какие вообще были плюшки в тех годах. Потому что эта машина практически премиум класса для советского человека была. То есть, чтобы на такой машине ездить, это статус нужно иметь большой. Так что поехали. Давайте рассмотрим, что у нас здесь. Итак, ребята, здесь у нас находится подсос. Но все знают, кто катался на советских автомобилях, на карбюраторах. Чтобы завестись, нужно немножко достать вот этот подсосик. Взять там сосик, подсосик. Короче, немножко прогазовать там пару раз. И уже после этого поворачивать ключ зажигания. Я сейчас продемонстрирую, как это делается. Потом мы по чуть-чуть, по чуть-чуть убавляем. Вот. И все. И машинка работает. Можно чуть-чуть добавить. Кстати, раньше я считал, что это своеобразный такой советский круиз-контроль. Ты можешь достать. Он набирает обороты. И на передаче ты можешь ехать и даже не нажимать педаль газа. Продолжим. Вот это у нас, что это у нас? Это у нас обогрев заднего стекла. То есть, я так понимаю, что чем больше мы достаем, тем теплее он нагревает нам заднее стекло. Здесь у нас аварийка. И вот это не характерно для вообще автомобиля, чтобы она работала на себя. То есть, обычно мы нажимаем, благодарим, там, здесь как бы наоборот все. На себя, и тогда оно начинает работать. Нештатная магнитола, которая здесь нахуй не нужна на данный момент. Здесь у нас рефлекторы, которые, соответственно, должны нам какой-то ветерок здесь там теплый дуть на нас. И ниже мы уже видим здесь климат-контроль своеобразный. Не знаю, почему он двухзонный. Возможно, он распределяется на левый и правый. Здесь у нас подача горячего воздуха, подача холодного. И здесь также у нас... А, точнее, здесь горячий, здесь холодный. Ну, мне кажется, что лучше это не трогать, потому что можно нарушить здесь все. И, соответственно, здесь у нас включаются уже вентиляторы, да? Сейчас проверим. Вот, собственно, дует. Непонятно, откуда вот дует. Здесь не дует. Вот это нижний ряд кнопок. Первый, я не представляю, что это, но я надеюсь, что это катапульта, чтобы можно было отсюда быстро эвакуироваться. Вот, но видно, пока зажигание не повернуто, и я отсюда не улечу. Вторая у нас это туманные фары, кажется, да? То есть мы включаем, соответственно, не так, как на автомобилях там на гитаре. Это включается здесь, включается это все с кнопок отдельно. Это у нас антенна, которой сейчас нету, но вообще она с завода была. То есть она выдвигалась у передней части автомобиля, и, соответственно, мы могли слушать штатное радио. И вот эта кнопка, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но догадываемся, что это регулировка фар по наклону. То есть если бы мы включили, соответственно, фары должны немножко опуститься вниз. То есть даже немножко электроники в 88-м году здесь присутствовала. И ниже мы наблюдаем прикуриватель и пепельницу. Соответственно, у нас люди любили покурить, потому что в этой машине спокойно ездить невозможно, только с нервами. Поэтому лучше здесь еще и пачку сигарет хранить. А вот сигарета, кстати, положим ее сюда. Что я могу рассказать про руль? Руль довольно-таки удобный, тонкий сигнал. Здесь расположен ровно посередине, как и знак газа. Это у нас Горьковский автомобильный завод, если кто не знает. Газели, вся вот эта ерунда, это там делается. То есть, собственно, вот это чудо вылетело именно с того завода. Руль, скажем так, крутится тяжело. То есть для молодежи, кто хочет себе приобрести такой автомобиль, нужно понимать, что хлипким парням лучше не покупать. Девушкам так вообще. Но, если очень хочется, то я думаю, вы привыкнете. Вот, послушаем, как звучит сигнал. Это просто шикарно. Я считаю, это замечательно. Посмотрим, здесь у нас шкала скорости, скажем так, одометр, который показывает, сколько эта машина прошла. И раньше, видно, не подозревали, что машина может пройти больше 99 тысяч километров. Поэтому после каждой сотни у нас обнуляется. И разметка у нас до 200 километров. Но я сомневаюсь, что эта машина когда-либо могла разогнаться. Так, скорее всего, 100-120 это ее предел. Здесь посередине у нас, как в Майбахе, находятся часы, чтобы только водитель мог наблюдать время, какое оно скоротечное с этим автомобилем. Соответственно, здесь настройка часов. Можно их... Ну, довольно-таки красиво все обрамлено деревом. Так, как бы, неплохо. И за такое время оно еще и не выцвело. И под часами мы можем наблюдать три индикатора, три лампочки. Посередине это у нас, скорее всего, что туманные фары, так как мы уже определили. Здесь у нас, скорее всего, то, что... Ну, если машине очень плохо, то загорается красное. И, соответственно, если можно ехать, то загорается зеленое. Но на самом деле я не знаю, что вообще это за индикатор. И если вы знаете, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под этим видео. Потому что только так я могу понять, что это такое. В последнем окошке мы наблюдаем датчики давления масла, температуры охлаждающей жидкости, индикатор нашего аккумулятора, насколько он заряжен, и уровень топлива. И, соответственно, стрелочка, на каком уровне находится, на таком, собственно, в таком состоянии машина и находится. Ну что, ребята, переходим к коробке передач. Здесь она у нас пятиступенчатая. Есть задняя передача, как и во всех автомобилях. И если кто-то сзади вас задолбал сигнале, что вы медленно едете, а эта машина, в принципе, медленно едет, то вы можете снять вот эту ручку, пойти дать ему по лицу, обратно ее сюда поставить и ехать дальше спокойно. И самое удивительное, что меня здесь смутило, это то, что ключ зажигания находится прям под рулевой колонкой. То есть, чтобы до него дотянуться, нужно прям быть очень гибким человеком, мне кажется. И не очень легко, на самом деле, его здесь крутить. Поэтому, мне кажется, было легче его разместить где-то с этой стороны. Это, мне кажется, особый склад ума у инженеров газа. И с этой стороны мы видим включение фар. То есть, если мы один раз достаем, это ближний свет. Если второй раз достаем, то два щелчка, то это дальний свет. Соответственно, здесь у нас обычный селектор передач поворотников. Здесь у нас моргаем дальним светом. Ничего, собственно, необычного. Да, ребят, и смотрите, вот это вещь, которую с надписью капот. Это не капот, это, оказывается, закрывание жабр, чтобы меньше поток воздуха был, чтобы машина не охлаждалась, скажем так. И здесь у нас ниже рычаг открывания капота. И мы посмотрим, что там за легендарный четырехцилиндровый движок. И, кстати, на некоторых моделях были даже V8. Обалдеть! Прошу заметить, что здесь нету газовых упоров. Здесь с завода есть пружины, и капот не падает. Нам не нужно его даже крепить никакими палками и так далее. То есть, это отличное инженерное решение на те годы. Здесь у нас лампочка. Мы можем включить лампочку, и у нас будет подсвечиваться полностью моторный отсек. Фильтр карбюратора, мотор. И здесь даже когда-то стояла турбина. Здесь есть горячая часть от турбины. И, возможно, машина даже была не сто лошадей, а сто двадцать. Здесь все, собственно, как в обычном автомобиле. Это у нас вакуумный усилитель тормозов. Это у нас аккумулятор. Здесь жирный радиатор. Ну и ничего такого сверхъестественного нет. Я думаю, по технической части этого автомобиля каждый может посмотреть где-нибудь на Википедии и так далее. Вот, собственно, смотреть здесь не на что. Вылазить из этого автомобиля не особо большое удовольствие, потому что не так уж он и просторен, как казалось бы. Но мы перейдем на задние сидения и посмотрим, насколько много там места. Потому что в основном эти автомобили предназначались для езды на заднем сидении. Для крутых там всяких чиновников и так далее. Ну что, друзья, вот мы и перешли на заднее сидение. Здесь у нас ездили обычно люди представительского класса. И мне кажется, здесь очень удобные велюровые кресла, прям диван целый. Есть даже подлокотник, что большая редкость для машины того времени, даже с кожаными вставками. Места для колен здесь довольно-таки много. И мне кажется, дискомфорта здесь даже рослому человеку по 2 метра будет, не будет. Вот. Так как я 1,80 м ростом, мне здесь довольно-таки удобно. Что хотел сказать. Из безопасности на задних сидениях здесь нет даже ремней безопасности. Из безопасности здесь только держатели для руки. Чтобы в случае чего мы могли просто чуть подержаться на аварии и все. То есть машина настолько крепкая, крепкий металл, что мы просто прорезали любую стену, любую машину, как нож маслом. Это характеризует качество наших автомобилей того времени. И еще одно у нас, вот тут пыльно, правда. И еще одно из средств безопасности это подголовник. Для машин того времени это тоже редкость. Поэтому здесь оно установлено. Потому что беспокоится про задних пассажиров. Чтобы голова не отлетела. Да, и вот здесь у нас красивая такая люстра. И здесь уже люди сами заколхозили диодную ленту. Ну, видимо, здесь уже не работает, но диодная лента запитанная. Так что, в принципе, света здесь достаточно. Так как в Bentley звездное небо, только это наш русский вариант звездного неба, как в Bentley. Так что, я думаю, отлично выглядит. Вот у нас антенна, которая должна была доставаться из салона кнопкой. Но ее здесь уже нету. Как и штатной магнитовой. И что, подытожим этот автомобиль. Ценовая политика таких автомобилей примерно 40-50-60 тысяч рублей на рынке поддержанных автомобилей. Покупают такие люди обычно фанатики, которые хотят из них сделать конфетку. И стоит это очень дорогое восстановление. Я думаю, вы можете посмотреть, сколько такие автомобили стоят в идеальном состоянии. Эта машина далеко от идеала. Но человек, который ее приобрел, он хочет ее довести до ума. И, возможно, ее даже видоизменить, поменять мотор. Может быть, еще что-нибудь сделать с ней. Но это мы уже посмотрим в дальнейшем. А вам, молодые люди, я посоветую, конечно же, 30 раз подумать перед тем, как покупать такую машину. Потому что это очень большое капиталовложение. Хоть на старте это всего 50 тысяч. Но потом вам придется вкидывать очень много сюда денег, очень много сюда сил, времени, ресурсов и так далее. Так что, если вы хотите кайфовать от таких автомобилей, то да, то вам стоит в это влазить. Если нет, то лучше подумайте. И что еще? Автомобиль, я считаю, очень красиво смотрится в потоке. Сейчас мы для вас покажем несколько проездов, как это выглядит в городе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Конечно, ездить на этом автомобиле повседневно это еще то удовольствие. Нужно иметь очень сильные руки, чтобы крутить эту баранку. Машина очень габаритная и изначально не очень удобно понимать, где у тебя край капота, где у тебя жопа. Поэтому нужно привыкать. Машина абсолютно не быстрая. Поэтому разогнаться на ней быстро не получится. Как вы можете видеть, маневренности у нее мало, тормозов тоже нет. Ох, воняет топливом прям. Еще есть регулировка. Вот зеркало у нас. Можем убрать его, поставить, чтобы нас не слепили. Не советую я такую машину на повседневно. Это только для выставок или только для каких-то там вечерних покатушек на выходных. Потому что ездить каждый день на такой машине, я думаю, у вас не хватит терпения и нервов. Ой, блядь, реально, сзади очень жесткая подрезка. Что могу сказать, если ты молодой пацан и хочешь купить себе такую машину, покупай. Садись, садись. Ты знаешь, это малогабаритная квартира. Будешь с ней ебаться. Если нету девушки, то хоть с кем-то будешь ебаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok